Как испытывали прозрачную броню и мягкие топливные баки? В этих документах – изыскание Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных материалов 1942-1943 годов. Институт был эвакуирован в Куйбышев и помогал авиационным заводам. Черной краской на обложках замазан гриф «Секретно». Общедоступными документы стали совсем недавно. Белые пятна в истории постепенно заполняются. Эти и другие рассекреченные документы о жизни Куйбышева во время Великой Отечественной войны. Из 11 архивов страны представят на выставке «Куйбышев – запасная столица», которая откроется 24 марта. Будут представлены документы многих федеральных архивов, которые находятся в Москве. Будет представлен раздел «Жизнь и быт Куйбышева», документы посольств, которые здесь были. Будут представлены документы о жизни и деятельности писателей, композиторов, которые были эвакуированы в Самару. Документы из других городов пришлют в электронном виде подлинники будут из Самарского филиала Государственного архива, где хранится около двух миллионов дел научных разработок в 21 отрасли. Наряду с бумагами и коробками здесь можно обнаружить ткани, чулки, искусные разработки Института трикотажной промышленности, которые так и не пошли в массовое производство. Чтобы бумажные ценности сохранились на века, в хранилищах архива поддерживается постоянная температура плюс 15 градусов и влажность 44%. Особо важные документы дублируют микрофильмами. На случай утраты архив останется на пленках. «Создается страховой фонд и фонд пользования. Фонд пользования – это позитивы, этими микрофишами и микрофильмами можно пользоваться. А страховой фонд – это фонд негативный, он отсылается в другой город на тот случай, если документы будут утеряны». Научную мысль, перенесенную на бумагу, берегут, как зениц ока. Чертежи, которые приходят с заводов и буквально рассыпаются в руках, восстанавливают по специальной технологии. Прикатывают изорванный документ к новой бумаге. «Мы укрепляем документ и придаем ему новую бумажную основу и далее работаем вручную, закрепляя каждые порывы». Для восстановления документов стараются использовать прочную японскую шелковку. В обновленном виде чертежи сохранятся еще не один десяток лет, даже при активном использовании учеными, для которых они, возможно, станут вдохновением и помощью в новых передовых разработках. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.